Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья, и мы продолжаем говорить на тему, во что играют наши дети. И сегодня мне хотелось бы поговорить или попутешествовать по магазину. Ведь мы изобретаем, а затем приобретаем игрушки для детей, исходя из своих потребностей, собственных, порой неосознанных пристрастий. Посмотрите, что продается в наших магазинах и коммерческих ларьках. Однажды, находясь в Москве, мне пришлось посетить главный детский магазин страны «Детский мир». Воскрешая в памяти то путешествие, я хочу предложить и вам вместе отправиться по его залу за игрушками. Вот один отдел, один отдел настольных игр. Добрые старые кубики со сказками, мозаиками, строительный конструктор для малышей. И все это по ценам, даже в наше время доступным семьям с очень скромным достатком. Эти игрушки доказали свою занимательность и свою воспитательную ценность многим десяткам поколений детей. Развивая интеллект, сообразительность, приучая к терпению, тренируя мелкую моторику руки. А вот и веяние времени. Московский Центр перспективных разработок предлагает настольно печатные игры для младших школьников и подростков. Пираты, Повелитель Вселенной, Завоеватель. Игры, ориентирующие на проявление индивидуализма, гордыни и тщеславия на фоне ложной романтики. Из мира фэнтези, инопланетяне, ископаемые чудовища, монстры, выходцы из преисподней, к которым адаптируют наших детей. А из мира бизнеса, деньги, рынок, недвижимость, банки, игры, в которых поощряется страсть к наживе. Культивируется обман и мошенничество на примере самого обаятельного и привлекательного Остапа Бендера в игре «12 стульев». Есть также игра «Конкурс красоты». Пособие для девочек 8-14 лет. И знаете, что там? Как подготовиться к участию в таком конкурсе? То есть, как получше выставить свое тело на показ, используя наряды, косметику, борясь с претендентками-соперницами. И мне подумалось, неужели мама покупает эти игры? По отзывам продавщицы, покупают весьма охотно. И таких игр там большинство. И вот мне хотелось бы заметить. Преимущество настольных игр перед многими другими в том, что они предусматривают совместную деятельность нескольких участников. А значит, дают ребенку возможность позитивного общения со сверстниками. Думаю, к увиденным настольным играм это не относится. А теперь хочу вспомнить и предложить нам с вами посмотреть на кукол. И в наших магазинах их тоже полно. Оказывается, куклы могут быть не только для девочек, но и для мальчиков. Вместо миниатюрных солдатиков – крупный бэтмен, человек-летучая мышь из американского мультфильма, в разных обличьях, иногда в паре со своим звероподобным врагом, видимо, для организации воплощения ребенком поединков драк. На открытой витрине американские же супермены-профессионалы – альпинист, пилот и киллер с набором разнообразного оружия от ножа и пистолета до лазера. Плоды такой, осмелюсь сказать, дьявольской ориентации налицо. По тем новостным страшным убийствам в школах, о которых мы видим и слышим в последнее время. И как-то в телепередаче «Моя семья» выступал один молодой папа, который собирается ориентировать своего сына на высокооплачиваемую профессию киллера, а не на шофера или космонавта, или даже не компьютерщика. И, вероятно, эта игрушка – наглядное пособие для таких, как он, и ему подобных. Игрушка хорошо продается, хотя стоит довольно дорого. А что для девочек? Ну, конечно, кукла Барби – этот секс-символ и воплощенная мечта общества потребления. С бесстыдно подчеркнутыми женскими формами, в шикарной одежде. Среди них Барби – пурпурная страсть. Но есть и куклы Мерелин, Монро, Диана, Принцесса. К куклам прилагается инструкция программ. Сколько у Барби должно быть подруг? Оказывается, не меньше восьми. Одежда, мебель, косметик, бойфренды и прочее. И вот таким образом формируется потребность и перспектива жизни – быть, как хорошая заокеанская девочка. Какой жизненную ориентацию для любой малышки символизирует собой эта пышная красавица? Кто они – дочки, подружки? Ни то, ни другое. Обладая такой куклой, девочка воображает себя не мамой, укачивающей дитя, а, к примеру, горничной, ухаживающей за госпожой, убирающей ее дом и приводящей к ней бойфренда. И скажите, мы, родители, что действительно хотим для своих дочерей будущего интердевочки? На наших глазах, а порой и с нашим участием, архетип материнства подменили архетипом блуда. Это прекрасно чувствуют сами дети, правда, самые маленькие. Трехлетней девочке кто-то подарил Барби, которая ожидала печальной участь. После короткого знакомства с куклой и категоричной оценки «плохая», девочка оторвала ей голову, затем руки-ноги и, разбросав по разным углам, принялась спокойно укладывать спать Галыша-Катю. Явная агрессия, так ярко впервые проявленная, была вызвана, вероятно, неприятием девочкой чего-то всущностного в Барби, того глубинного смысла, который несет в себе каждая игрушка, тем более кукла. Пышная, чувственная Барби не могла и не должна была соседствовать с Галышом, и девочка сделала выбор. А почему, собственно, исчезли из продажи куклы-галыши, которым надо шить одежду, лечить и кормить, и нянчить, вместо них в магазине реальные до жути новорожденные младенцы из пластика, абсолютно натуральные, как пособия для акушерок. А дальше? А дальше я решил пойти взглянуть на мягкие игрушки, пушистые, теплые. Ведь самое главное достоинство мягкой игрушки – дарить нежность малышу. Это ее особенности используются психотерапевтами и просто хорошими педиатрами. И, как показывает практика, симпатичный мишка, пушистый слоник или лохматая собака способны вылечить ребенка от страхов и даже от ночного энуреза. В мягкой игрушке воплощены какие-то очень глубинные потребности маленького существа. И что я увидел в том детском мире в отделе мягкой игрушки? То, что часто вижу и в наших детских магазинах. Магазинах детских игрушек. «Я увидел существ неизвестных вид пород, невообразимо кричащие окраски. Ни одну из них не хочется взять в руки, погладить. Правда, есть еще потрясающие в своей натуралистичности немецкие овчарки. Кажется, они лучше, чем живые. Но почему-то их тоже не хочется погладить. Их цены так же кусаются. Ну а в центре зала на пальме, как мне помнится, сидела огромная, больше, чем в рост человека, черная обезьяна свирепого вида. Если попадет в спальню ребенка, правда, ее стоимость по плечу, вернее, по кошельку только бедному олигарху, так вот, если она попадет в спальню ребенка, то ночные страхи и невроз малышу обеспечены». И, наконец, большой стенд черных мефистофелей с надписью «Чертик». Одна из самых дешевых, кстати, игрушек. И скажите, из каких соображений исходили взрослые, проектируя, изготавливая и продавая эти игрушки? «Какая идея посетила того, кто их придумывает?» И если у тех, кто ее придумывает и кто изготовил – собственные дети. Какая-то мама, помнится мне, в растерянности стоящая у стенда, спросила «А ангелочков у вас нет?» «Нету! Ангелочками не торгуем!» – отрезала продавщица. Конечно, можно возразить, неужели во всем огромном магазине не нашлось хороших игрушек или игр? А конструкторы лего? А электронные игрушки, как говорят, на пульте управления? Это же мечта каждого мальчишки. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ